Всем привет! В Чехии опять ужесточают карантинные меры. И с сегодняшнего дня закрыты маленькие магазинчики. А поскольку я живу в деревне, то за продуктами теперь придется ехать в соседний город. О том, что усилены карантинные меры, я узнала только вчера вечером. А днем, когда была в супермаркете, я еще удивилась, почему женщины стоят в очереди в косметический салон на маникюр. Там работало, по-моему, шесть мастеров, и еще все они были заняты. И еще около четырех женщин ждали своей очереди. Такое в Чехии я встретила первый раз. А когда вечером я приехала домой, то я прочитала, что правительство издало указ о том, что вновь закрыты парикмахерские, маникюрные салоны, небольшие магазины, работают только супермаркеты. Ну вот я теперь должна ехать в город из-за того, что я забыла купить корм для кота. И он к обеду уже стал сильно меня ругать за то, что я его до сих пор не покормила. Так что я сейчас еду ему за кормом, кое-какие еще продукты куплю. Но запасы делать я не буду. Эти карантинные меры объявлены до 3 ноября. Посмотрим, как продлят их дальше или нет. Дети у нас учатся дома на онлайн-обучении. В общем-то, в некоторой степени нам даже это нравится. Отправляюсь в магазин, куплю ему еды, еще какие-то продукты, но заодно сниму для вас, что происходит в магазинах в Чехии. Ну вот магазины закрыты. Это магазин одежды. Дальше обувной магазин, снова одежда. Косметика открыта и открыт магазин, где продаются электрические товары. Ну, правильно. Когда карантин, самое главное успеть купить себе помаду и новый холодильник. Ну, это парковка перед супермаркетом. Никакого ажиотажа нет. Все как обычно. Ну и в магазине тоже, в общем-то, никакого ажиотажа нет. Практически никого и нет. Надо дать должное, что сейчас еще рабочее время. Вот, посмотрите. Никто продукты не скупает, как это было. Первый раз, когда объявляли карантин. В общем, все спокойно. В общем, все спокойно. В общем, все спокойно. Продолжение следует... 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 Потом я купила растительное масло. Это масло из рапса. Рапс выращивают в Чехии. Очень много полей засеяно. Если вы будете в Чехии в начале лета, то увидите это замечательная картина. Ярко-желтые поля. Запах стоит очень приятный в воздухе. Но рапс считают не очень хорошей культурой для почвы. Хотя, в общем-то, это тоже семейство, как крестоцветные, то же самое, как капуста. Еще я купила рыбу. Это рыба свежая. По-чешски она называется макрелла, а по-русски это скумбрия. Я ее буду готовить. Я ее засаливаю. И она очень-очень вкусная. С рыбой вообще в Чехии напряженно. Макрелла стоит 140 крон за килограмм. Но здесь около 400 граммов получилось на 55 крон. Ну, вот такие продукты я купила. Как я вам уже сказала, я ничего не буду запасать впрок. Даже несмотря на то, что сейчас велись вот эти карантинные меры жесткие и магазинчики у нас рядом в нашей деревне маленькие закрыты. И надо будет ездить за продуктами в соседний город. Но это все несложно. Это не так далеко. Что касается вообще обстановки в Чехии, то на улице сейчас людей не очень много. Нам запретили собираться больше двух. Но это, конечно, является исключением для передвижения вместе с семьей. Если едет семья с детьми, то никто не будет нас ни штрафовать, ничего. До 3 ноября закрыта большая часть магазинов. Закрыты рестораны, закрыты парикмахерские, закрыты салоны красоты, маникюрные кабинеты. Поэтому женщины должны как-то за собой следить самостоятельно. Но вот что касается в целом, сейчас обстановки на улицах людей очень мало. Кто-то ходит в масках, кто-то не ходит в масках, кто-то в магазине. Мы давно в магазинах должны ходить с масками. Но кто-то одел опять на себя перчатки. Но в целом все спокойно себя ведут. Посмотрим, как будет дальше. В любом случае, желаю вам всем здоровья, не болеть. Берегите себя и своих близких. Всем пока!